Друзья, привет! С вами Любомир Борода. Сегодня у нас на обзоре вот такая вот сумка. Вы представляете? Женская сумка в обзоре Любомира Бороды. Привет, друзья! С вами Любомир Борода. И сегодня я хочу рассказать вам об одном очень интересном продукте, о женской сумке, которую сделала компания Hardride. Вот о такой, о такой сумке пойдет наш рассказ. Эту сумку сделала компания Hardride, которая мне дичайше нравится, как вы знаете. И мне нравится подход этих парней к тому, что они делают, собственно, к вещам, даже к женским сумкам. Вот вы посмотрите. Это обычная, я бы сказал, такая таут-сумка, да, сумка для шопинга, сумка для покупок, которую девушки носят на такой вот длинной ручке через плечо, да, знаете, они хоп-таки идут, что-нибудь купили, подмышку закинули в свою сумку что-то и идут дальше. Ну, что сделала компания Hardride? Давайте рассмотрим, наверное, поближе, повнимательнее. Она сделана из кордуры, из прочного материала, который, я бы сказал, не пропускает воду. Ну, то есть, если его сильно поливать из ведра, конечно, он пропустит, но под тем же самым дождем тут все очень нормально скатывается. Очень классно прошито, то есть, это уже не первая вещь фирмы Hardride, на которую я делаю обзор и которую я юзаю как бы сам. Ну, то есть, с этой сумкой я не хожу, но я хожу с другими сумками, рюкзаками этой компании. Ничего не рвется, все очень прочное, всегда все хорошо стирается, как бы ничего не выгорает, не выцветает. То есть, оно все дичайше, классное. Смотрите, какие здесь парни сделали карманы на фронтальной стороне. То есть, сюда можно засунуть целиком мою руку. Вот. И, наверное, еще одно такое же. Дальше. Под клапаном, который на Velcro у нас, да, клапан, есть большой вместительный карман. Получается сразу два кармана здесь, два кармана здесь. Стропа MOLLE. Это сумка моей жены. Она сюда повесила значки. Также можно повесить либо значки, либо за стропу цеплять какие-то ручки, там, расчески, прочие дела. Ну, для женщины, я думаю, найдет всегда, что сюда подцепить. Никто не додумывался до того, что на женскую сумку можно прибомбить стропу MOLLE, и она будет выглядеть офигенно. Дальше. Внутри сумка светлого цвета. Я заказал для жены красного цвета. Можно сделать там белую, желтую и прочую. Для чего светлый цвет? Как вы знаете, у женщины в сумке всегда бардак. И там ничего невозможно найти. Поэтому светлый цвет помогает нам сразу определить, что где лежит. Сами понимаете, на светлом фоне все хорошо видно. Далее. Что мы видим? Идет хорошее оснащение карманами. Карманы на молниях. Качественная фурнитура. То есть сразу, смотрите, здесь два кармашка. Можете положить документы, ключи, прочие дела. Они достаточно вместительные и очень удобные. Ниже мы видим один длинный карман. В этот длинный карман можно очень много всего положить, закрыть. То есть получается, что на одной стенке у вас уже есть неплохой органайзер. И часть вещей, которые всегда нужны под рукой, там телефоны, ключи, прочие какие-то блокнотики, вы можете сорганизовать в эти карманы. И они не будут болтаться в общем отделении. И это очень здорово. А второе, со второй стороны, вторая стенка у нас просто на велкро. Есть такой клапан, который вы можете открыть. И у нас есть целое большое отделение. Сюда можно даже документы положить, какие-то прочие штучки. Закрыть велкро и пожалуйста. Здесь есть еще и петля, как на стропе. Сюда можно, например, подцепить карабинчик и на него вешать те же самые ключи. Очень вместительная, очень объемная сумка. Закрывается она на вот такие вот кнопочки. Ссылку на сайт с этой сумкой я обязательно дам. Как ее заказать, как ее купить. Чтобы вы посмотрели там полностью ее размеры. Все характеристики, цену. Это все я обязательно вам дам. Единственный минус, опять же минус, это уже взгляд, как бы, человека, который ходит с этой сумкой. Это моя жена. Ей все в ней удобно, кроме того, что она застегивается только на кнопки и нету здесь молнии. Опять же, молния, она говорит, была бы хороша для того, что если вдруг дождь, а ты несешь эту сумку на плече, то, соответственно, он туда будет попадать. Опять же, я думаю, если вдруг вам эта молния очень нужна, то вы смело можете написать производителю, и он, наверное, вам по спецзаказу ее туда поставит. Вот так вот выглядит эта сумка, если мы будем с ней ходить. Я, конечно, не тетенька, но в то же время, хотя бы, чтобы вы имели представление, какая она привлеченнее, как это все выглядит. И вот, да, вы идете, идете, купили колбасу, такие хлоп, кинули туда и дальше пошли. Позвонил вам кто-то, хлоп, там телефончик достали, алло-малло, убрали. Либо вообще, вот он, телефон, кинули его сюда, все, ничего с ним не случится, все очень классно, здорово. Ну, я бы сказал, вот, был бы я тетя, я бы с такой сумкой ходил, по-любому.